привет друзья сегодня мы с вами сделаем одну очень интересную вещь мне надоело то что у меня инструменты а точнее гаечные ключи валяются как попало поэтому я решил наконец-то навести с ними порядок сегодня буду делать органайзер сейчас я вам покажу что это такое вот так вот сегодня выглядит мои гаечные ключи меня это удручает это занимает место каждый раз неудобно искать поэтому вот на эту стенку я решил сделать органайзер как он будет выглядеть скоро мы вместе с вами увидим и так перемещаемся к моему верстаку вот тут я уже заготовил кое-какие строю материалы и начинаю работать первым делом напилим заготовки в размер я его предварительно померил и уже даже сделал метр и третью дощечку как вы видите я беру совсем разные доски то что нашел себя в сарае сейчас я приведу в порядок от стругая вот будет вот такая конструкция которую я оставлю распор гаражных ворот следующее что нам с вами нужно сделать это нужно будет сделать вот такие вот пропилы до середины эти пропилы мы будем вставлять наши ключи и они будут от меньшего к большему стоять и мы будем знать прекрасно где кто на каком месте для начала нужно все разместить глубину возьмем пропилы 6 сантиметров у меня доска 10 6 сантиметров будет вполне достаточно теперь наверно через каждые три сантиметра 4 до давать будем делать вот такие вот про метки я делаю потом по этим меткам мы будем делать пропилы сюда будут вставляться наши ключи толщина пропилов будет зависимости от толщины ключа у каждого ключа будет свое место и по которым я буду делать запилы а а а а а вот такие вот запилы которые я буду расширять и потом сюда в каждый из них будет вставать свой ключик когда закончу я покажу вам результат моя первая заготовка готова сейчас я ее обработаю рубанком и приступлю ко второй куда мы будем вставлять отвертки напильники там и будет сверлить хорошо когда в мастерской есть разнообразные инструменты нет проблем с обработкой вот получилось прекрасная заготовка откладываем ее пока в сторону и берем следующее теперь берем дрель и начинаем сверлить сверлить я буду вот таким вот сверлом десяточкой начнем им а дальше посмотрим если какие-то диаметры понадобятся больше значит рассверлим больше сверлить на второй скорости приступаю к разметке отверстия буду делать посередине но тоже наверное через четыре сантиметра друг от друга разметку я сделал заготовку закрепил начинаем сверлить часть отверстия сделал десятым сверлом а поскольку в десятку не все пролезает например вот это вторую часть сделаю в шестнадцатом надо было бы сделать конечно двенадцатом но у меня его просто нет вот это я его потерял давайте будем с этой стороны делать крупным отверстия готова немножечко шлифаем в рубанке замечательно так вторая заготовка готова третья доска будет нижней она будет преимущественно использоваться как полочка но тем не менее в ней все равно я сделаю крупных отверстий диаметром 25 для того чтобы вставлять крупные какие-то круглые штуки засверлились вставляем двадцать пятую и поехали продолжаем мои заготовки готовы вот у меня одна у нас получилась вот такая другая получилась вот такая и третья получилась вот такая вот у нас вертикальные направляющие которым мы сейчас эти три доски прикрепим с помощью алюминиевых уголков и обычных саморезов размечаем заготовки нам понадобится шесть штук по десять сантиметров предварительно намечаем места засверливания пробойником и засверливаем привет друзья только что прошла сильная майская гроза на огороде работать бесполезно как вы видите все кругом мокрое поэтому я решил опять вернуться к изготовлению своего органайзера распилить и отпиливаем последнюю заготовку так размечаем куда мы будем крепить начинаю прикручивать с нижней планки и ставим последний уголок все ставим по разметке было ровно так обе заготовки готовы на видео наверное ничего не видно поступим следующим образом тот край пока положим наверх здесь будем крутить третий доску делаем по такой же логике остался последний шуруп ну что проверяем так как должна выглядеть вот следующий этап это монтаж в то место где это моя громадушка будет стоять для того чтобы сверло не ползало когда мы будем сверлить пробойником наметим точки раз замечательный пробойник смотрите я бью по металлу с ним вообще ничего не произошло это какой-то клапан наверное приступаем к сверлению и так бывает берем новое сверло ворота я приоткрыл впервые за несколько лет потому что скажу вам честно я давно уже эти ворота не открываю и гаражом пользуюсь как мастерской так ну что давайте для начала наживим наши шурупчики в саморезы со всех сторон а затем будем их закручивать я пока это делаю не по уровню обязательно его проверю обязательно его проверим так ну что давайте скручивать неровно неровно ха 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 так сделаем вот ну что идет по моему мой эксперимент удался сейчас проверим как будут размещаться инструменты гаечные ключи как видите все становится по своим местам эксперимент удался берите на вооружение вот ребята я разложил ключи примерно так это будет выглядеть единственное что я не подрассчитал это количество узких и широких прорезей но это поправимо вот так все 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 и Продолжение следует...